Здравствуйте, меня зовут Анна Якушева, я преподаватель фортепиано и сальфеджио в школе музыки виртуозы. И сегодня я расскажу вам о штрихах легата и стакката и покажу несколько несложных упражнений из сборника Эдны Майя Барном, которые пользуются успехом как у моих школьников, так и у взрослых учеников. Если вы играете таким образом, что ваши пальцы переступают с одного на другой, будто шагают, то этот штрих называется легата. И сейчас мы отработаем этот штрих на двух первых упражнениях из сборника Эдны Майя Барном. Но прежде чем играть, посмотрите в ноты и проанализируйте текст. У вас будет всего 5 нот, от ноты до, до ноты соль. 5 нот подряд. Соответственно, у вас будут идти первый, второй, третий и четвертый, пятый палец. Здесь все предельно просто. Единственное, что меняется, это длительности. Если в начале упражнения у вас используются четверти, то далее идут в два раза быстрее восьмые, и еще в два раза быстрее шестнадцатый. И в конце упражнения целое до. Поставьте правую руку, первый палец, на до первой октавы. Расположите далее подряд все остальные пальцы. И не быстро начните играть это упражнение. За первым разом сыграйте это упражнение просто, без метронома. За вторым разом лучше включить метроном, выставить его на медленный темп, например, темп 80. Каждый щелчок будет соответствовать одной восьмой длительности. То есть на одну четверть у вас будет приходиться два щелчка, на одну восьмую у вас будет приходиться только один щелчок. И далее вы должны будете сыграть по две ноты на один щелчок. Включаем метроном и играем. ПОДПИШИСЬ! 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 Внимательно следите за тем, чтобы пальцы переступали с одного на другой, не скакали. И не склеивались. Некоторые считают, что игра легата, игра слитная, подразумевает под собой именно вот это склеивание пальцев. Нет, пальцы должны переступать с одного на другой. Играйте таким образом, чтобы вы видели косточку пальца, который в данный момент нажимает на клавишу. Это правильно. После того, как вы научились играть это упражнение правой рукой, проделайте то же самое левой. Поставили пять пальцев от ноты до до ноты соль и сыграли его. Почувствовали свободу при игре отдельно каждой рукой. И в итоге играем его двумя руками. Это будет выглядеть примерно так. Переходим ко второму упражнению. Так же, как и в первом упражнении, откройте текст и проанализируйте его. У вас будут использованы всего три ноты. До, ми и соль. И, соответственно, пальцы. Первый, третий и пятый. Второй и четвертый задействованы не будут. Разберите это упражнение сначала правой рукой, потом левой рукой. Без метронома и с метрономом. И когда у вас начнет получаться все абсолютно просто и замечательно, соединяем это упражнение и играем его двумя руками. А теперь сыграем это же самое упражнение, только стаккатто. Для начала попробуйте сыграть этот штрих только третьим пальцем, отдельно каждой рукой. Любую клавишу ваш палец должен будто отталкиваться от дна клавиатуры, и за ним толкается вся рука. Вот если в замедленном действии, вот абсолютно свободное движение. Теперь то же самое сделайте на примере второго упражнения. Теми пальцами, которые там написаны. Абсолютно свободно двигается рука. Вот плеча. Потом то же самое проделайте левой рукой и двумя вместе. Пальцы должны быть цепкими. А теперь сыграйте первое упражнение штрихом стаккатто. Когда вы будете играть четверти, ваши запястья будут свободно приподниматься. Когда же вы начнете играть шестнадцатые, время на свободные кистевые движения не останется, и ваши пальцы должны... ...цепко касаться клавиатуры и подтягиваться вверх. Итак... Играйте эти упражнения подряд. За первым разом легато, за вторым стаккатто. Совершенствуйте свою игру. Ссылку на ноты вы найдете в описании под видео. С вами была я, Анна Якушева и электронная пианино Dixie Bell. Подписывайтесь на канал Мир Музыки, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok